Декабрь во всем мире месяц, когда еще раз говорят о борьбе с насилием. В Абхазии международную кампанию 16 дней против насилия в отношении женщин и девочек проводит Ассоциация женщин Абхазии. Но прежде чем с чем-то бороться, нужно принять и признать проблему. И с этим, как утверждают многие эксперты в нашей стране, действительно есть большие проблемы. Мы попытаемся разобраться, каковы масштабы домашнего насилия в Абхазии, почему до сих пор так стыдно и трудно признать эту проблему, а главное, что можно сделать, чтобы женщины и девочки нашей страны жили в безопасности и знали, что никто не имеет права применять к ним насилие. В 2017 году Ассоциация женщин Абхазии открыла общественную приемную для женщин и девочек, пострадавших от насилия. До этого, в 2007 и 2012 годах, организация проводила исследования, интервью и фокус-группы, состоящие из специалистов, сталкивающихся с домашним насилием, судей, врачей, юристов, сотрудников милиции. В ходе своей работы правозащитники понимали, что имеют дело с большой и нарастающей ежегодно проблемой. С 2007 по 2017 годы Ассоциация активно готовила своих специалистов, юристов и психологов, правозащитников, разбирающихся в проблематике. Разбираться, к сожалению, есть в чем. Если в 2017 году у нас, там у нас 13 месяцев функционировала приемная, и я помню, за 13 месяцев к нам обратилось 33 женщины, и у нас было 4 случая, когда к нам обращались по поводу проблем с детьми, которые оказались жертвами. 33 человека, значит, и четверо детей. Сейчас у нас, вот за 2023 год, где-то 180 обращений, но это не только ВАЖУ, это не только ВАЖУ, но еще у нас открыты филиалы в Ачанчире и в ГАГРе, по трем кризисным центрам вот такая, это еще год у нас не закончилось, 178 человек, это не обращение, вы должны понимать, это не обращение. 400 обращений, даже больше, а вот даже 178 человек. Вот за три года, я могу сказать вам цифру, за три года последних обратилось 680 человек, это первичные, кто первый раз пришел. Они же повторно многие приходят. Вообще с этой проблемой работают. И именно насилие. Это не просто все обратившиеся, потому что мы отсеиваем целевые, нецелевые. Мы и фиксируем, когда с другими проблемами, мы не отказываем. У нас юрист сидит, иногда психолог требуется, но по другой проблеме. Мы не отказываем. Ни женщинам, кстати сказать, и не мужчинам. Мужчины тоже приходят. Существуют разные формы насилия. В основном это психологическое, когда оказывается моральное давление. Оно сказывается на самооценке женщины, а также физическое насилие и сексуальное. В нашей стране существуют все три формы. Если первую определить достаточно сложно, то вторая и третья очевидны. В 2017 году при поддержке ЮНИСЕФ была создана служба социальной поддержки детей и семей. В 2020 году эта служба вошла в состав Министерства соцобеспечения и демографической политики. На данный момент это единственное государственное ведомство, активно занимающееся проблемой семейного насилия в Абхазии. К нам не так часто поступают сигналы о насилии в чистом виде, но в ходе работы мы сталкиваемся со случаями, когда насилие выявлено нашими сотрудниками в семье. И, конечно же, не принято об этом говорить вслух, и не всегда есть рычаги воздействия на такие ситуации, но тем не менее наши специалисты работают с такими случаями. Здесь речь идет о разных видах насилия. Имеет место домашнее насилие, это вот физическое, непосредственно, когда ситуации выходят из-под контроля, и женщина чаще всего становится жертвой такого насилия, или же даже дети подвергаются. Но не всегда у нас есть возможность своевременно отреагировать, так как об этом не принято говорить вслух. И пока женщина сама не заявит о том, что с ней происходит. Мы знаем, в каком обществе мы живем, и, скорее всего, это стыдно для нее, и, скорее всего, она не хочет быть обсуждаемой, поэтому она умалчивает. И когда мы уже получаем сигнал о том, что в семье происходит такая ситуация, зачастую случаи уже очень сложные. То есть мы не получаем информацию на первичном этапе. О том, что жертва почти никогда не готова сама писать заявление на агрессора, подтверждает и судья Сухумского городского суда Зарина Габеева. Однако, даже если правоохранительные органы готовы защитить женщину в правовом поле, абхазское законодательство на сегодняшний момент не позволяет им это сделать в полном объеме. Действительно, в нашем законодательстве отсутствуют и составы преступлений, правонарушений, квалифицирующие признаки, регулирующие непосредственно домашнее насилие. В практике суда бывают такие случаи, когда женщины обращаются к сотрудникам правоохранительных органов. И сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы в целях помочь женщине, они действительно хотят разобраться в этой ситуации и наказать виновного, составляют материалы, например, хулиганства. По административным правонарушениям можно только составить такой материал. Приносят его в суд, а квалифицирующим признаком хулиганства является выполнение объективной стороны правонарушения в общественном месте, а это происходит в квартире, у себя в доме. Что суд может сделать? Вынести незаконное решение или прекратить административное преследование? Конечно же, данный материал подлежит прекращению. Да, вы правы, есть такие статьи в Уголовном кодексе, конечно, как побои. И здесь нет необходимости проводить экспертизу, которая бы констатировала какой-то вред здоровью. Там нет необходимости в этом. Такого квалифицирующего признака нет. Но отсутствует и такой элемент, как домашнее насилие. То есть этот элемент отсутствует как отдельным составом, так и, возможно, отягчающим обстоятельствам. Вообще, как квалифицирующий признак, этот элемент отсутствует. Поэтому и еще один важный момент. Вот эти статьи, которые вы назвали «Составы преступлений», это преступление так называемого частного обвинения, когда потерпевший сам должен инициировать возбуждение уголовного дела. Он сам должен обеспечивать доказательственную базу, самостоятельно предоставлять свидетелей. И это, конечно же, повторная травмирующая ситуация для потерпевшего, который уже перенес домашнее насилие, и ему еще раз придется это все инициировать. Это, конечно же, для потерпевшего и затруднительно, и, наверное, на какой-то стадии он готов будет отказаться от этого. Поэтому не скажу, что были такие процессы, где элементом, конечно, было бы домашнее насилие. Но бывает, что в бракоразводных процессах проскальзывает чаще всего от женщин, конечно же, что физическое насилие имело место быть. Это не является причиной развода, как правило, потому что можно сделать вывод, но это не так часто, я не могу сейчас статистику какую-то сказать или сказать, что как правило. Но бывали случаи, когда было видно из диалога между супругами, что это было такое систематическое насилие, и причина вовсе не в этом. Причина абсолютно могла бы заключаться в другом, но такое проскальзывало, конечно. По поводу других видов насилия, это экономическое насилие, психологическое. Но чаще всего это и является причиной разводов, когда один из супругов зависит от другого, и опять же, я повторюсь, чаще всего это женщины. Не всегда получается поддержать жертву насилия, и чаще всего они отказываются от каких-то заявлений или в страхе того, что завтра, когда все структуры отойдут от этой семьи, все будут жить обычной жизнью, ситуация не улучшится, к сожалению, только усугубится. У нас, к сожалению, бывают такие случаи, когда агрессор первые несколько дней более или менее он спокоен, потому что он под определенным влиянием, он понимает, что он подконтрольный, что за ним мониторят, наблюдают. А спустя какое-то время, как только что-то изменится, к сожалению, все повторяется. В июне 2020 года аппарат уполномоченного по правам человека представил законопроект о домашнем насилии, но документ все еще не перешел даже в стадию обсуждения в парламенте. Работать в отсутствии профильного закона сложно, утверждают правозащитники. Наше действующее законодательство регулирует данную сферу, но такие статьи Уголовного кодекса, как побои и нанесение легкого вреда здоровью, неприменимы в случаях домашнего насилия, так как не учитывают полностью его специфику. А специфика домашнего насилия в том, что он уносит системный характер. Это происходит периодически. Главный аспект – это происходит между членами семьи. Здесь жертва домашнего насилия остается один на один с агрессором. Однако, учитывая объективную реальность, эксперты не могут однозначно утверждать, что принятие закона способно проблему решить. Но, как минимум, при его наличии будет такая возможность. Вы знаете, сложно сегодня сказать, поможет он или нет. Мне сложно сказать, потому что у меня всегда перед глазами закон о равных правах для мужчин и женщин, которые для того, чтобы принять, предлагались такие усилия. Парламент категорически не говорил «нет», но и не хотел принимать этот закон. И когда парламент его все-таки под убеждениями и общественных организаций, и отдельных юристов все-таки принял этот закон, закон не заработал. Вот в этом законе, например, сейчас чуть отойду от темы, но в этом законе, так называемом гендерном законе, там есть такая хорошая норма, что коллегиальные органы, когда создаются невыборные, а которые назначаются, там должен быть обязательный процент участия женщин. Ну, не только женщин, да, то есть, как правило, равный и для мужчин, и для женщин, но там прям по процентам расписано. Ну, мы говорим о женщинах, потому что женщины всегда в меньшинстве в коллегиальных органах исполнительной власти. Ну, если мы сегодня посмотрим, мы посмотрим, что закон не начал работать, да, если мы посмотрим на те же какие-то там органы, которые создаются. Закон не начал работать, потому что я считаю, что нет запроса, да, вот этот запрос, он остался на уровне принятия закона, его приняли, а закон не работает. Поэтому мне сложно сказать, будет ли работать закон о противовоздействии домашнему насилию. Но если он будет работать, а начнет он работать тогда, когда мы признаем, не побоимся признать, что эта проблема у нас существует. Ассоциация женщин Абхазии достаточно часто приводит статистику, приводит примеры там анонимные, конечно, да, но которые она не придумывает, а которые имеют место быть. И, значит, такая ситуация она есть. Ну, это не соответствует нашим традициям, я согласна. Но разве соответствует нашим традициям употребление наркотических средств или сбыт наркотических средств? Нет, ведь правда? Но эта проблема появилась, мы ее признали, и мы с ней боремся. И неплохо боремся, да, если так посмотреть, конечно же. Поэтому этот закон заработает тогда, когда мы сами для себя признаем, что это есть, и вот это не соответствует нашим традициям, да, то, что происходит. И с этим надо бороться. Конечно, закон облегчит работу. И для потерпевших это будет выход. Продолжительное невмешательство извне в глубоко домашний процесс лишь развязывает насильнику руки, считает омбудсмен Анна Скишмария. Да, мне кажется, что вот отсутствие реагирования на системный домашний насиль, на общельное любого характера насилия, они как раз таки развязывают руки агрессорам, и это чувство безнаказанности делает их еще более жестокими по отношению к своим жертвам. Да, например, просветительские социальные программы, которые информируют общество о масштабах насилия, о последствиях этого насилия на женщин, детей и общества в целом, они носят характер такой двоякий. Кому-то кажется, что это вытаскивание чужих проблем наружу, а с другой стороны, если мы не будем об этом говорить, то мы не донесем до законодателей, до правительства этой информации. Международный опыт показывает, что масштабные просветительские компании и деятельность общественных женских организаций, которые постоянно об этом говорят и освещают эти события, они у нас показывают, оказывают, рано или поздно начинают оказывать влияние на правительство, и эта тема, раскручиваемая этими организациями, она становится популяризируемой, скажем так, и это дает нам гарантию того, что рано или поздно проблемой домашнего насилия будут заниматься на системном уровне. Да, мы часто говорим, когда обсуждаем эту тему, о том, что нет закона о домашнем насилии. Да, действительно, закона нет, но, к сожалению, факт его внезапного появления не решение проблем. Тут нужен такой комплекс системных. Наши собеседники не готовы даже на камеру, с учетом полного исключения персонализации, рассказывать о реальных случаях, с которыми они сталкиваются в практике. Конфиденциальность – это основа их работы. При этом за кадром кто-то рассказал, как пришлось спасать девочку от отца, который держал ее несколько лет на цепи. Другой собеседник вспомнил о женщине, чей муж предпочитал ее бить исключительно арматурой. Немаловажная проблема заключается и в том, что пока человек находится внутри насилия, оно начинает ему казаться нормой. Как нам как-то даже была такая фраза, нашим сотрудникам сказано одной женщиной, что вот всех бьют, вот и меня бьют. Что в этом такого? Когда в ответ девочки стали говорить, что вот нет, это неправда, не всех бьют. Она говорит, ну вы, наверное, одна на миллион, которую не бьют. То есть, к сожалению, есть такое понимание, но наша задача и задача сотрудников как раз-таки убедить женщин, детей, что это не есть норма, что есть пути решения проблем. Ведь изначально не было таких сложностей, даже конкретно в этой семье, но в какой-то момент, возможно, они упустили пути решения проблем. Если у социальной службы есть право выехать на место и общаться с пострадавшей и насильником в доме, то ассоциация женщин принимает жертв у себя в общественной приемной. Здесь сначала с женщиной общается психолог, потом при необходимости подключается юрист. Еще один важный аспект, о котором говорят специалисты, никогда никто извне не настаивает на разводе. Это принципиально важно, потому что только женщина вправе принимать такие решения. Никогда наши специалисты не предлагают решение проблемы. То есть первый, кто принимает, вообще должен социальный работник. Но у нас же не полнокровный кризисный центр. У нас больше это подходит под определение общественное приемное бесплатное. Значит, психолог, он работает с этой клиенткой или клиентом, и в процессе, это же не одноразовая какая-то процедура, это целый цикл встреч, консультаций, ведет клиентку, и она сама должна принять решение, подводит к решению проблем. Мы не знаем, какое решение будет. Никаких рецептов никто не выдает. Вот юрист, когда к юристу обращается, он рассказывает, он информирует, на что может рассчитывать, какие есть у нас в законодательстве статьи, как законодательство, закон наш может ее защитить, и вообще на что имеет право, в каких случаях. Если развод, то при разводе. Если не развод, то как в этом случае ей действовать. То есть правовую сторону освещает, а выводы, решения делает пострадавшая или пострадавшей. Это все зависит от желания самого клиента. Если он хочет довести до конца, бывает, что не доводит, бросает, но потом через время все равно он к нам приходит, этот человек. И он должен решить, ни в коем случае мы никаких рецептов не выдаем. Наша задача, чтобы человек сам понял, что ему нужно, вот какое для него правильное решение. Если он принимает решение развестись, например, мы ему помогаем, составляем исковое заявление, рассказываем на что, и стараемся поддерживать в суде, как общественные какие-то представители, наблюдатели. В отдельных случаях мы нанимаем адвокатов, которые точно уже ведут их и в досудебном расследовании, и во время судебных процессов. Кризисных центров, где женщины и дети могут находиться в безопасности вдалеке от агрессора, в Абхазии сейчас нет. Но в сложной ситуации правозащитники всегда находят выходы и помогают женщинам. При этом существование такого шелтера значительно бы помогло в борьбе с домашним насилием. Шелтеров нет, и кризисный центр наш, он такой неполноформатный, где можно оставить, и будет охрана. Нам же надо обеспечить безопасность и жертве, и свою безопасность сотрудники. Потому что мы здесь все, у нас маленькое общество, все друг друга знают, прекрасно знают, кто у нас юрист, кто у нас психолог, понимаете. И получится, что виновник вот этой ситуации будет обвинять кого, почему так или иначе действует вот эта женщина, которая обратилась с помощью, кто ее, им кажется, что их настраивают против, ну агрессоружива, надо контролировать все. Ну, бывают случаи, кстати сказать, они нередкие, и мы поэтому добились, что нам, нас поддержали, вот у нас есть такая услуга, мы предоставляем, оплачиваем жилье, такое безопасное место, где могут остаться люди, вот когда есть угроза прямо жизни, им или детям, да, могут остаться на несколько дней, как бы переночевать, даже мы стараемся и питанием обеспечить, потому что в таких вот экстренных случаях, форс-мажорных, они даже не успевают документы забрать. И такие случаи у нас действительно есть. Дело в том, что в законодательстве, как я уже сказала, нет такого понятия домашнего насилия, и поэтому инструментария нет в государственных структурах работать с этой проблемой, на какие циркуляры ссылаться, на какие положения, на статьи законов и так далее. Но тем не менее, конечно, без государства у нас очень ограниченные возможности и ресурсы. Да, у нас есть услуги, которые никто не предоставляет. Это вот я уже сказала. Мы даже можем медицинское исследование провести в каких-то случаях, когда пострадало, там МРТ мы делали, там какие-то экспертизы, даже медицинские, вот если, например, касается того же сексуального насилия. Мы оплатили все эти экспертизы, которые помимо тех, которые следствие вело, мы посчитали необходимым, там, где были пробелы, сделать. Мы это оплатили, потому что адвокат считал, что это необходимо делать. То есть мы на это тоже ресурсы сейчас находим, но всего того, что у нас вот мы получили грант, и у нас работает проект. Вот представьте себе, если проектов не будет, они вообще все беззащитные останутся. Но без государства нам решать очень сложно эти проблемы, но порой вообще невозможно. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, они идут нам навстречу судами тоже. Ну, я не говорю уже о таких институтах. Вот сейчас создана структура, вы знаете, госучреждения при Министерстве социообеспечения и демографической политики. Там создана структура службы социальной поддержки семей и детей. Уже несколько лет она функционирует. Вот с ними мы очень плотно работаем, потому что мы не имеем права зайти в семью. Мы не можем в дом прийти, например, сигнал поступил от соседей, прийти и вмешаться. Мы не имеем права. Вот если они сами обратились, только в таком случае. А вот эта служба социальной поддержки семьи и детей, они имеют право. Сигнал поступил, они должны проверить, взять на контроль, мониторить ситуацию. Насколько я проинформирована аппаратом и полномочным по правам ребенка, есть договоренности с правительством, с президентом о создании кризисного центра для детей. Это уже хороший шаг вперед. Но у нас от насилия страдают не только дети, но и женщины. И тут вопрос заключается в том, что женщина не чувствует себя безопасно, ей не к кому обратиться. И мне кажется, наличие кризисного центра, где будет гарантия того, что агрессор не попадет на территорию и не достанет ее за стеной, она сыграет благоприятную роль. Потому что, действительно, к сожалению, жертвами домашнего насилия становятся прогрессивные, агрессивные, образованные люди с высокого социального достатка. То есть тут нет какого-то механизма, который говорит, вот именно в этой ситуации появляются агрессоры и их жертвы. Нет, это мировая тенденция, к сожалению. И там, где эти законы хорошо прописаны, там, где есть кризисные центры, все равно ужасающая статистика лиц, которые подвергаются домашнему насилию с причинением серьезного физического, морального и психологического вреда. То есть тут вопрос стоит в том, что наличие кризисного центра, наличие меры ответственности за домашнее насилие перестает быть сугубо семейной. Что как только мы начнем порицать, а вот эти организации женские, прежде всего, которые говорят об этом, популяризируют эту тему, и начинает общество порицать насилие, любого характера насилия, ну, нам очевидно только два варианта, да, из перечисленных, то это как раз-таки дает механизм подумать, а можно ли распускать руки, когда это станет гласностью, когда это станет порицаемым, потому что человеку очень важно быть социализированным в обществе. И когда в обществе тебя не принимают за то, что ты проявляешь агрессию, а проявление агрессии, опять же, оно не всегда связано с садистскими наклонностями, а зачастую это именно принуждение человеку идти по тем путям, на которые его ставят. Поэтому тут, конечно же, гарантия стабильности и безопасности и создание этого кризисного центра, оно послужит хорошим залогом, когда женщина будет знать, что ей есть где укрыться и есть кому защитить, потому что, например, у полномоченного в этом вопросе руки завязаны, да, хочется напомнить, что у полномоченный защищает права человека, чьи права нарушило государство. Это не говорит о том, что мы отречемся от человека, который к нам обратится, да, но в этом вопросе по закону мы фактически обезоружены. И здесь бы хотелось, чтобы женщина знала, что правоохранительная система на ее стороне. Потому что самые страшные вещи, которые можно услышать в домашнем насилии, это сама виновата, не знала, за кого замуж выходишь, не туда пошла, не то одела. К сожалению, мы научились оправдывать агрессию. У нас есть уже опыт с такими случаями, когда женщина, ну, в частности, мать, так как мы работаем в семьях, где есть дети, вынуждена скрываться от своего супруга, который применяет в отношении детей или ее применять насилие. И, возможно, возникают также случаи, когда ей, правда, некуда идти. Но с учетом того, что у нас ограничены возможности, мы пытались совместно со всеми структурами и организациями решить этот вопрос в каком-то таком единовременном порядке. Находились люди, которые там оплачивали какую-то комнату в другом районе совершенно, чтобы агрессор не знал и не понимал, где искать свою супругу, которую он все еще испытывает агрессию. К сожалению, да, такие проблемы, такие проблемы, они есть. Просто важно, чтобы зритель тоже понимал, что мы не обладаем общей картиной по Абхазии. Мы вот работаем по сигналам. Мы то, о чем нам сообщили, с тем мы и работаем. Это тоже такой момент, о котором хотелось бы говорить, чтобы люди не боялись говорить о проблеме, с которой они сталкиваются. Может быть, ваш сосед, может быть, знакомый, вы видите или предполагаете, что есть какая-то проблема в отношении детей и других членов семьи, в связи с которой они находятся под угрозой. То можно в анонимном порядке, можно по телефону, в интернете у нас есть странички, есть собственный сайт. То есть, в принципе, все в доступе. И наш основной принцип это принцип сохранения конфиденциальности. Все, кто в той или иной форме борются с проблемой домашнего насилия, зачастую сталкиваются с тем, что их обвиняют в вымышленности и утрированности проблемы. Мол, не может быть такого, чтобы в нашей прекрасной стране кто-то смел бить женщин и детей. И вообще не стоит лезть в чужие семьи, да и ссоры из избы выносить на Кавказе не принято. Есть часть людей, которые живут в нашей стране, которые открыто отрицают, что нет такой проблемы, это все выдумки, и вообще мало ли, что там в семье происходит, в каждой семье есть конфликты. Это все ложь, конечно. Во-первых, насилие в семье – это не конфликты. Конфликты – это совершенно другая проблема. Конфликты в каждой семье есть. А проблема насилия – это системная проблема. Она имеет свою цикличность, повторяемость. Она еще с каждым витком усиливается, усугубляется, присоединяются новые формы насилия. И мы как раз стремимся привлечь внимание власти и оказать поддержку тем людям, которые страдают за закрытыми дверями, чтобы они себя чувствовали в безопасности в семье. Там, где должна быть забота, любовь, что есть наш дом, наша семья. Безопасность, опора, доверие, надежность и так далее. И у детей, чтобы было счастливое детство. Потому что, вы знаете, даже если насилие не направлено в отношении детей, они являются свидетелями того, как, например, отец обращается с матерью, или, может быть, старшая кто-нибудь, саксфикров с невесткой или так далее. Они уже, по международным стандартам, они уже являются жертвами, потому что они получают травму на всю жизнь. Вот с этими травмами люди потом живут всю жизнь и с ощущением своей незащищенности и безразличия власти, государства. Если честно, очень часто получаем негативные отзывы в плане того, что вот то, о чем мы говорим, нет у нас в обществе, что все это надумано. Если даже один какой-то случай произошел, то не нужно его пиарить. Нет, к сожалению, это не так. Мы сталкиваемся со всем тем, о чем мы говорим в нашей такой постоянной, ежедневной, рутинной работе. Просто если мы будем молчать о ситуациях, они не улучшатся, они, к сожалению, как снежный ком, только увеличиваются и усугубляются. И если говорить про наш абхазский менталитет, он нам как раз-таки в помощь во всей этой истории. Мы пытаемся вывести возможность пути решения как раз-таки вот в эту плоскость, потому что у нас есть старейшины, у нас есть другие рычаги наши абхазские, да, испокон веков, которые были. И они очень часто играют тоже ключевую роль, и мы к ним прибегаем. Но, конечно же, здесь не идет речь о нарушении закона. Если что-то мы видим и сталкиваемся с нарушениями, то все в правовом русле. Здесь такой, знаете, получается комплексный подход, и нам это только в помощь. И даже при этом часто можно услышать, что правозащитники действуют вразрез с абхазскими традициями. Однако, как считает уполномоченный по правам человека Анна Скишмаря, наши исконные традиции не допускают и доли ущемления, а тем более насилия над женщиной. Там, где женщина находится в постоянной безопасности. Сначала она в безопасности семьи своих родителей, отца, и она передается в семью мужа, где... Но я не слышала, что в абхазских традициях рукоприкладство, применение насилия над женщиной было нормой. Наоборот, когда случались такие вопиющие случаи, созывались народные... Народные, что я говорю, созывались семейные сходы, и обсуждалась эта тема, и никогда свою девочку, свою женщину род не позволял обижать в чужом доме. Поэтому я не думаю, что тут можно проводить такую параллель. Как раз таки наоборот. И если уж говорить про абхазское общество, то мне кажется, оно самое демократичное из всех демократичных, и самое гендерно-справедливое в абхазской культуре, женщина никогда не была ущемлена. Работать в сфере охраны семьи, ребенка, защиты прав женщин непросто. Все наши собеседники в той или иной форме сами сталкиваются с непониманием или даже агрессией. У нас очень молодой коллектив. Это в большей степени 90% молодых девочек, которые специально подготовлены, обучены. И именно они заходят в семьи. Причины бывают разные, по которой они приходят. От самого простого, когда не оформлены документы, пособия и так далее, до каких-то сложных кейсов. Бывали случаи их немало, когда, конечно же, их пытались не пустить в семью. Когда даже был случай, когда кидали камни в них, там, угрожали и в какой-то степени даже, там, пытались через родственников повлиять и так далее. Все это есть, но это работа, и ребята очень профессионально подготовлены, и они знают, как себя вести и какие механизмы применять для того, чтобы... Ведь они приходят в семью не для того, чтобы их упрекнуть, что какая-то у них проблема, а наоборот попытаться помочь им или же рассказать, как они могут решить свою проблему или куда обратиться и так далее. Если вы прямо сейчас находитесь в трудной жизненной ситуации и над вами или вашими детьми кто-то применяет насилие, то вам есть куда обратиться. Каждая женщина это личность и никто не имеет права влиять на нее насильственным путем. Пусть это будет эмоционально, психологически, физически, и как бы там ни было. И очень важно понимать, что женщина, которая терпит на протяжении длительного времени очень агрессивное отношение к себе, она тем самым играет очень в опасную игру со своими детьми. Ведь дети видят всю эту нездоровую ситуацию и они может быть даже кажется, что они в принципе там никак не задействованы во всей этой истории. Их травмирует все это. И очень важно понимать, что ну лучше наверное в какой-то степени принять решение один раз, чем мучиться и жить вот всю жизнь. Я ни в коем случае не призываю там к разводам или еще что-то. Но просто важно понимать, что на сегодняшний день это не норма. Обращайтесь за помощью, это может быть конфиденциально, сообщайте в соответствующие органы, пишите заявление, не бойтесь, вы не одни, вас поддержат. Если есть необходимость, вы можете анонимно сообщить, там совершенно под другим предлогом специалисты придут к вам домой и вы можете там как-то не знаю моргнуть или что-то сделать, но это не будет предаваться огласке. Но терпеть на сегодняшний день насилие в отношении женщины это не есть норма и так не должно быть. но как бы сложно не было и сколько бы раз не опускались бы руки, каждый правозащитник знает, что если не он, то никто. При этом абсолютно все наши собеседники в глубине души мечтают, чтобы в нашей стране отпала необходимость в их работе. Да и нам хочется делать репортажи о том, какое здоровое и правовое государство мы наконец построили и как в нем безопасно живется каждой женщине, каждому ребенку и даже каждому заключенному. Но об этом как-нибудь в другой раз. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ